В сегодняшнем видео я покажу, как можно добавить текст на фото, как можно сделать вот такой текст по кругу, как вы видите на экране, и еще как можно сделать, чтобы этот текст крутился, как вы видите. Для того, чтобы добавить текст на фото, мы будем использовать приложение PixArt, а сделать его движущимся мы будем в приложении InShot. Итак, приступим. Мы заходим в приложение PixArt, нажимаем самую главную кнопочку плюсик, выбираем фото из своей галереи. Вот здесь можно нажать все фото, попасть в свою галерею. Наша фотография добавилась. Первое, что мы можем делать с нашим фото, это его обрезать. Зайдем в инструменты, обрезать и выберем квадрат. Далее переходим во вкладочку текст. Вот наш текст. И вводим, у меня уже тоже заготовленный текст, как сделать текст по кругу. После того, как мы добавили текст, мы можем его редактировать. У нас какие есть инструменты для текста? Во-первых, мы можем выбрать его начертание. Вот видите, сейчас курсив. Но, к сожалению, здесь не все шрифты подходят для кириллицы. Можем также наш текст увеличить. Значит, мы выбрали его начертание. Дальше мы можем выбрать его цвет, такой, как нам нужен, но мне больше всего подходит белый. Также есть инструмент обводка для текста. Это по желанию. Есть инструмент прозрачность. Можно наш текст делать прозрачным. Смешать это режимы наложения. Если мы будем выбирать эти режимы, то, как видите, этот текст будет меняться. Но в нашем случае мы выбираем обычный. И есть еще инструмент тень. Он добавляет тень к нашему тексту. Причем можно регулировать. Блюр – это размытость. Насколько она будет резкая тень, либо размытая тень. Можно чуть-чуть добавить. И прозрачность тени, либо она будет очень темная, либо будет легкая тень. Пускай будет тень. И еще у нас есть самый интересный инструмент – изгиб. И вот здесь мы можем делать наш текст по кругу. Видите? В одну сторону, либо в другую сторону. Либо полукруг. В зависимости от наших целей. Но я сделала вот текст по кругу. После того, как мы все отрегулировали, я вижу, что этот текст плохо читается. Поэтому, наверное, нам нужно выбрать какой-то более читаемый шрифт. Вот такой интересный шрифт. Ну, пускай будет так. И здесь мы можем наш текст увеличивать, либо уменьшать. Необходимо сделать все-все настройки, которые мы хотим. И только после этого нажать галочку. Потому что если мы нажмем галочку, наш текст уже будет нередактируемый. Мы уже не имеем к нему доступа. Он уже как бы приклеился к нашей картинке. Если мы нажмем снова текст, то он нам предложит ввести другой текст. Поэтому будьте внимательными. И еще хочу показать, что в приложении PixArt есть возможность добавлять текст в виде выноски. Самая последняя вкладочка. Вот смотрите, сколько здесь вариантов для текста. Это просто, чтобы вы знали. Выбираем вот такую, например, выноску. И пишем здесь все, что нам нужно. Можно удалить. А теперь давайте посмотрим, как можно сделать движущийся текст. Но для этого нам придется начать все сначала. И сделать наш текст на прозрачном фоне. Поэтому выходим отсюда. И выбираем фоны. Когда мы заходим в приложение PixArt, нам необходимо здесь выбрать фоны. Нажимаем плюсик. И здесь выбираем смотреть все. Вверху у нас есть палитра. И вот такой второй кружочек с квадратиками. Это пустой файл. Это прозрачный слой. И на нем мы можем написать наш текст. Вот он у нас уже готов. Делать его по кругу, в какую сторону мы хотим. Растянуть, как нам нужно. И теперь этот текст на прозрачном фоне. Нажимаем галочку «Соглашаемся». И сохраняем в свой телефон. Сохранено в галерею. Теперь переходим в приложение InShot. Итак, в приложении InShot мы выбираем вкладочку «Видео». Потому что мы будем делать видео из фото. У нас будет движущаяся картинка. Нажимаем. Нажимаем «Новый». Попадаем в нашу галерею. Выбираем нашу фотографию. Где она у нас потерялась. Вот наша фотография. Здесь мы тоже можем ее обрежать. Вырежьте один к одному квадратик. Будет это как будто бы для поста в Инстаграме. И здесь мы заходим во вкладочку «Стикеры». И здесь есть кнопочка, которая обозначает картинку. Мы попадаем в нашу галерею. Здесь нажимаем плюсик на пустом фоне. Мы снова в нашей галерее. Вот наш текст по кругу, который мы сделали на прозрачном фоне. Вот он добавился на нашу картиночку. Выставляем, как мы хотим, чтобы он был. Его можно сделать маленькими и поставить, например, где-то в уголке. Либо растянуть на всю нашу картинку. Так, мы соглашаемся. Теперь у нас длина кадра 5 секунд. И мы этот наш стикер тоже растягиваем на всю длину. Чтобы у нас было одинаковой длины и стикер, и фотография. И после этого у нас сейчас выбран стикер. Заходим во вкладочку «Редактировать». И здесь у нас есть анимация. Причем очень много ее вариантов. Смотрите, мы можем просто, чтобы он слегка вот так появлялся. Так, ну в общем, тут можно играться с этими стрелочками как угодно. А чтобы он крутился, мы идем во второй ряд, вот в этот. И выбираем петлю. Причем он может крутиться по часовой, либо против часовой. И как видите, он крутится слишком быстро. Чтобы его замедлить, мы передвигаем рычажок до конца. И теперь он двигается уже не так быстро. Нажимаем галочку. Еще раз галочку. Смотрим, что у нас получилось. И если результат нам нравится, то сохраняем в свой телефон. Заходим в свои файлы. Наши видео. Вот наши видео. Вот таким образом добавляем мы текст на фото. И если необходимо, то в приложении InShot мы можем сделать его движущимся. Как вы видели, не только по кругу, но и разными другими способами. Друзья, если вам понравилось мое видео, буду рада вашим лайкам и комментариям. А также подписывайтесь на мой канал.